Я хочу коснуться здесь еще одной темы. Тема, она… Известно, что одним из имен Моше Робейну было «Авигдор», «Авигдор», а слово «Авигдор» имеет смысл, слово «Гдор» буквально строющее «Аграду», «Гадер» — это «Аграда» на святом языке. Есть… Мы все знаем, что наш народ был огражден от многих влияний снаружи стенами гетто, не говорю сейчас «Гетто нацистов», говорю «Гетто в Европе». И более того, многие сотни лет народа мира помогали нам эти границы соблюдать. И катастрофой страшнейшей в последних лет, когда эти стены начали разрушаться как извне, так и так изнутри. Есть великая сила у лицов Торы, это особая сила, которая появилась в последних поколениях. Это то, что сказано Моше Робейну «Авигдор», тот ограждал Тору от искажения, тот ограждал Влад Израиля от чужих влияний. И эта сила тоже, она является принципиальной для нашего духовного руководства в каждом поколении. Это таком, как оно есть, со всеми нашими проблемами, со всеми дурными влияниями, со всеми, что нас сейчас штурмует со всех сторон, построить стены, которые бы нас оградили от всего дурного. И это то, что наши дети выросли с той чистотой духа, с той чистотой помыслов, как они росли бы, если бы это было бы, я знаю, в Межибожи или в Вильно 300 лет тому назад. Это великая сила великих мудрецов Торы каждого поколения. Слава Богу, мы с женой достоялись большой семьи, которая вся изначально воспитывалась в системе еврейского образования, в хедерах, в системе батьяков. Я вам скажу просто свое впечатление у этой системы. Мне одна вещь поразила и поражает то, как наши лидеры поколения построили систему, безусловно, с великой помощью свыше, которая сумела оградить наших детей от потопа скверны вокруг. Потопа скверны вокруг. Это вещь поразительная. Я не хочу сказать о подробностях, мне есть что рассказать. И это, в частности, нас зашел сейчас Робаром Лейб. Он был, как говорит Абхайм Каневский, мощь Робейна этого поколения. Также великая сила Авигдор, кто-то строит ограду, ограду для общины Бога, народа Израиля, от всех чуждых влияний. Есть только одна проблема, а касается каждого из нас. Наши бодрецы, будучи посланниками Всевышнего, они строят для нас ограду. Однако вопрос, не задушаем ли мы это ограду сами. Мы сейчас приближаемся к 10-му Таветту. 10-му Таветту – это день, когда Набухаднесор окружил Иерусалим. Начал осаду. После начала осады, 17-го Тамуза, был пролом в стенах Иерусалима. Мы сейчас реально находимся в состоянии духовном, когда нас здоровное начало обложило со всех сторон. И для того, чтобы мы могли под ним выстоять, нам надо укреплять все границы, все эти стены, которые установили наши мудрецы. Потому что тот, кто их не укрепляет, то не дай Бог, он помогает силам зла проломить эти стены. Поэтому, если мы говорим что-то для себя на будущее, после того, как большой Авикдор ушел от нас, нам надо вслушаться в то, о чем он говорил, то, что он оставлял нас, оставлял ученики этого поколения, как мы должны себя оградить от зла. Понимаете, надо вещи-то понимать. Мы сейчас находимся в разгар Хануки. В Хануку наша война была с эллинистами. Помню, очень хорошо, когда я полностью был офицером израильской ВВС. Сидел в Хануку, или перед Ханукой, в советской столовой, в одной из авиабаз израильской армии. Я не слушал разговоров с моих двух, вроде бы, нерелигиозных офицеров, которые сели возле меня. Они говорили о другом, а ты знаешь, с кем воевали Маковеи? Говорит, с нами, с нами, с нами. Это было очень здорово услышать. С нами воевали. Понимаете, наш народ, он видел, и мы видели ту силу зла, ту силу эллинизма, и позднего, ну, а то скала, и то, что наделал Мозес Мендерсон в Германии, и реформа, и консерваторы, и другие всевозможные измы, которые нас окружали после 200 лет, которые полностью разрушили большую часть еврейского народа. Что у нас требуется? Мы находимся, у нас следующий спас в Новом Ковчеге. Но нам нельзя в нем делать дырки. Надо этот Новый Ковчег укреплять, делать дырки. Мы это можем делать, если мы будем слушать, что говорят наши Мендерсоны. Это касается интернета, это касается еврейского воспитания, образования. Это касается очень многих вещей. Потому что иначе находится в тебе очень большая опасность. И дай Бог, чтобы заслугу Хануки действительно сумелось оградить от чуждого влияния и те… То чистое масло наших душ перед нас нашим детям, которые сумели вылезти в чистоте, чтобы мы этого не удостоились, рассвесть и быть действительно великими вторыми, великими праведниками и так далее. Спасибо. 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 Спасибо.